Морская губка Морская губка – не очень сложный организм, она не имеет центральной нервной системы, у нее отсутствует мозг, нет кровообращения, пищеварения и вообще целостных органов. Морские губки живут на морском дне, они не двигаются. Эти подводные обитатели моря прикрепляются к твердой поверхности и живут на одном месте постоянно. Некоторые виды губки встречаются в пресноводных озерах и реках, так называемые бодяговые губки. Но пресноводные губки непригодны для коммерческого использования. Морские губки способны регулировать количество воды, пропускаемое через их тела, сужением отверстий. Они активно фильтруют поток воды, проходящий через их структуры, непрерывным биением тысяч крошечных жгутиков в порах. Морские губки каждый день перекачивают воды в 200 тысяч раз больше объема собственного тела. Основной рацион морской губки – органические частицы и планктон. Они фильтруют океан, чтобы получить еду. Текущая вода дает губкам питательные вещества и кислород. Губки любят хорошо покушать. В среднем они съедают две трети от собственной массы тела. Если вы думаете, что сбор морских губок – это плохо, то вы ошибаетесь. Возраст молодой губки может достигать 150 лет, если их не собирать время от времени. Если морская губка не собирается, она со временем теряет способность к регенерации. Оптимальна для них только короткая продолжительность жизни – 10-20 лет. Натуральная морская губка была важна для общества в плане гигиены на протяжении многих веков. До появления синтетических продуктов и искусственных моющих средств, натуральные губки моря использовались древними египтянами, греками и римлянами. Морские губки процветают в самых разных климатических условиях – от тропического до полярного. Она может выжить во всех широтах – от приливных зон вплоть до самых глубоких районов моря, в том числе и морских подводных пещерах, где вообще нет света. Однако самое высокое качество отмечено у губок Средиземноморья, Эгейского и Красного моря. Ловля губок была источником дохода для многих греческих островов на протяжении последних столетий. И самым известным центром греческого промысла губок является остров Калимнас. Воды вокруг греческих островов весьма пригодны для роста губок из-за высокой температуры. Губки лучшего качества обитают в юго-восточной части Средиземного моря. В старину ловля губок осуществлялась методом головоныряния – скиндайвинг. Команда ловцов выходила в море на маленькой лодке. Они использовали трубу со стеклянным дном для исследования морского дна и поиска губок. Как только губка обнаруживалась, ныряльщик отправлялся за борт, чтобы достать ее. Сегодня добыча губок – это выгодный бизнес. Ведь обычная синтетическая губка стоит всего пару долларов. А вот натуральная морская губка, собранная вручную со дна Средиземного моря, обойдется уже в 30 долларов. Так почему губки такие дорогие? Дело в том, что сбор губок – опасная работа, и такие риски совершенно не гарантируют большой прибыли. И если раньше в Средиземноморье было много губок, то в наши дни их все труднее найти. А это усложняет и без того трудную работу. Известно, что синтетические губки, которыми моют посуду, стоят дешево, и поэтому они так популярны. Но натуральные морские губки использовались веками. И сегодня они по-прежнему необходимы для гончарного дела, живописи и медицины для остановки кровотечений. Но добывать губки с 70-метровой глубины не так-то просто. Такая высококачественная морская губка добывается вручную водолазами не только в Средиземноморье, но и у побережья Флориды и Карибского моря. Однако самые ценные виды губок находятся в Средиземном море. Их довольно трудно найти. Для их поиска нужно приложить немало усилий. Одна из самых опасных частей сбора губок происходит при всплытии, когда дайверы переходят из среды высокого давления в среду с низким давлением слишком быстро. Возникает декомпрессионная болезнь. Ее симптомы – сильная боль, паралич и смерть в итоге в тяжелых случаях. Азот накапливается в организме дайверов, когда они уходят глубоко под воду. Организму нужно время, чтобы высвободить этот азот до поднятия на поверхность. При быстром подъеме газы начинают выделяться в виде пузырьков в кровь пострадавшего. Происходит вспенивание крови, разрушение стенки клеток и кровеносных сосудов, которые блокируют кровоток. Кроме этого самого большого риска, на декомпрессию уходит больше времени, чем на погружение. Во многом время на декомпрессию зависит от глубины погружения дайвера. Например, дайвер может потратить всего 30 минут, погрузившись на глубину 50 метров. Но придется потратить около 90 минут, чтобы просто всплыть на поверхность. Поэтому этот фактор становится решающим. Им приходится собирать губки в более глубоких местах, где легче найти их наиболее ценные виды. Но более глубокое погружение также означает, что у дайвера значительно сокращается время для сбора урожая. В противном случае на восстановление и отдых между погружениями уйдет слишком много времени. Несмотря на ограниченное время, само извлечение губок не является быстрой или простой задачей. Иногда дайверам приходится хвататься за губку обеими руками, используя всю свою силу. Чтобы извлечь губку, ее приходится немного покачивать из стороны в сторону. Здесь важно оставлять достаточное количество губчатого субстрата, прикрепленного к морскому дну. Таким образом, у губки остается потенциал для повторного роста. Еще одно препятствие, с которым сталкиваются дайверы, это количество губок, которые они могут собрать. На мелководье водолазы могут собрать столько губок, сколько смогут унести. Как правило, дайвер поднимает на поверхность от 3 до 4 сеток с губками. Это около 8 килограммов. После чего он возвращается на дно, чтобы продолжить поиск. Но нет никакой гарантии, что дайвер найдет еще столько губок. Особенно сегодня есть большая вероятность того, что они вернутся с меньшим количеством губок, чем рассчитывали. Такое снижение количества губок вызвано несколькими факторами. Прежде всего, это связано с изменением климата. Климатический кризис является одной из основных причин сокращения численности губок. Другой проблемой для роста губок является загрязнение окружающей среды. Раньше в Греции губки называли мягким золотом. Они процветали в этих теплых водах. Вот почему греческие острова, особенно Калимнос, исторически были центром ловли губок. Но опасный характер этой работы и отсутствие губок в море затрудняют поиск водолазов, которые хотели бы выполнять эту работу. По сравнению с сотнями водолазов в 60-х годах прошлого века, сегодня всего лишь около 30-40 человек до сих пор ныряют за губками на Калимносе. И это одна из реальных причин, почему цены на некоторые губки стали такими высокими. Поскольку меньше стало людей, ныряющих за губками, у этих примитивных животных появилось дополнительное время для роста. А это означает, что губки, которые находят водолазы, часто бывают более крупные и, соответственно, более ценные. На специальном перерабатывающем предприятии производители очищают партии добытых губок, удаляя оставшийся черный морской осадок. Затем рабочий обрезает каждую губку одну за другой. Хотя, конечно, большие губки стоят дороже, но рабочие режут их, так как меньшие губки легче очищать и мыть. Поэтому они приобретают лучший товарный вид и становятся более востребованными. Перерабатывают пять наиболее популярных видов губок Средиземноморья. Эти губки пользуются спросом за свою прочность и мягкость. Наиболее популярной является губка Фина. Одна 12-сантиметровая губка этого вида продается в розницу за 30 долларов. Хотя в современном мире мочалки из губок уже не пользуются такой популярностью, как раньше, их по-прежнему продолжают выпускать. По большей части их покупают те, у кого аллергия на синтетические материалы или кто ухаживает за своей кожей только с помощью натуральных материалов. Для этих целей берут натуральную средиземноморскую или карибскую губку. В этих морях водятся самые мягкие и пористые губки. Такие мочалки признали самыми нежными и деликатными. Их можно использовать даже каждый день. Перед применением нужно полить губку теплой водой. Она разбухнет и приобретет все качества, необходимые для мытья. Хорошо натуральные морские губки подойдут для купания малышей. Они настолько мягкие, что не повреждают нежную младенческую кожу. Наиболее широкое применение морские губки нашли в косметологии. С их помощью легко удалять макияж. Они мягко очищают кожу, не травмируя ее. Еще губки очень удобны для нанесения и снятия натуральных косметических масок. Натуральные губки хорошо использовать для массажа, так как они тонизируют лицевые мышцы. Кроме того, они не вызывают аллергию и обладают антибактериальным действием. Натуральные морские губки – это очень полезный инструмент для художников, независимо от того, с каким материалом он работает – от керамики до масляных красок и глазури. Искусственные губки не могут так впитывать воду, как натуральные. Морские губки позволяют равномерно распределять цвета, что дает возможность использовать их для различных техник рисования. Например, на голубом фоне с помощью губки очень легко изобразить облака. Нет двух одинаковых губок, поэтому это открывает новые возможности. Губка позволяет создавать различные эффекты изображений. Несмотря на сокращение добычи губок за последние 50 лет, спрос на этот продукт по-прежнему высокий. Современные методы биотехнологии, используемые в морекультуре, показали, что наиболее перспективным считается выращивание морских губок методом эксплантации. Это когда часть губки отрезается от материнского организма в целях последующего доращивания в оптимальных условиях до требуемых размеров. Эксплантация в морекультуре губок всегда проводится только в водной среде, непосредственно на самом участке морского дна, где отрезанный фрагмент будет доращиваться на поводке, сетке или в специальном контейнере. Выращивание губок – простой процесс и не требует особых специальных знаний. Почему же губки можно культивировать в промышленных масштабах и как этот процесс происходит? Необходимо пояснить, что промышленное выращивание морских губок связано исключительно с их способностью к регенерации тканей. Губки по способности к регенерации тела превзошли все известные многоклеточные животные организмы. Проведенные опыты показали, что даже протертые через мелкоячействую ткань кусочки губки, по сути представляющие отдельные клетки тела животного, помещенные в воду, способны собираться в скопления и через некоторое время превращаться в полноценные особи губок. Губки легко регенерируют поврежденные участки тела, рана зарубцовывается, затягивается защитной мембраной, под которой восстанавливается прежняя структура и через некоторое время место повреждения становится незаметным. Необходимо сделать акцент на то, что в промышленных масштабах губки можно выращивать в субтропических и тропических регионах планеты в водной среде океанов и морей посредством морекультуры. Морекультура или морская культура – это направление аквакультуры, занимающееся разведением или выращиванием морских гидробионтов, водорослей, моллюсков, ракообразных, рыб, губок, актиний, морских ежей, галуторий, морских звезд в морях, лиманах, экстуариях или в искусственных условиях – бассейнах с постоянно очищаемой морской водой. Губки можно успешно выращивать только в строго определенных районах мирового океана, имеющих целый ряд благоприятных природно-климатических факторов, способствующих получению высококачественного сырья за оптимальный промежуток времени. На основе современных научных данных – от процесса эксплантации и закрепления фрагмента губки в сетке, сетчатом контейнере или на поводке – до получения готового продукта должно пройти около двух лет. Способов крепления эксплантов морских губок на морском дне существует множество. Например, применяют очень эффективные в работе горизонтальные тросовые конструкции с поперечными нейлоновыми шнурами. Этот полукустарный способ выращивания эксплантов морской губки, несмотря на свой кажущийся примитивизм, приносит хорошие результаты роста объектов морекультуры. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!